Приветствую, друзья! Я Виталий Портников. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, которая 22 августа перед 30-летием независимости Украины и перед заседаниями форума Крымской платформы посетит украинскую столицу и будет встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, перед этим 20 августа посетит российскую столицу и проведет переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом стало известно сегодня, и это, конечно, очень важная внешнеполитическая новость, которая меняет сам контекст прощального визита Ангелы Меркель в украинскую столицу. До этого мы могли говорить именно о прощальном визите, говорить о том, что, казалось бы, Ангела Меркель и Владимир Зеленский уже попрощались тогда, когда украинский президент посещал Берлин и обсуждал с федеральным канцлером вопросы о дальнейшей судьбе газопровода «Северный поток-2». Обсуждение, как известно, ничем серьезным не завершилось, и после переговора с Владимиром Зеленским Ангела Меркель договорилась с президентом Соединенных Штатов Джозефом Байденом о том, что проект будет закончен, а Германия и Соединенные Штаты будут декларировать свою приверженность энергетической независимости Украины и помощи ей в том случае, если Украина пострадает от уменьшения или вообще ликвидации своего транзитного статуса. Но сейчас, когда стало известно, что Ангела Меркель посетит украинскую столицу, говорили не только о прощании, а о том, что федеральный канцлер Джей Германии обсудит с президентом Украины весь комплекс двусторонних отношений и многостороннего диалога по решению проблем Донбасса. Очевидно, что это тоже были бы скорее церемониальные беседы. Церемониальные потому, что все реальные вопросы и реанимации нормандского формата и того, как будет действовать Северный поток-2, Владимиру Зеленскому придется уже обсуждать с преемником Ангелы Меркель. При этом мы сейчас, конечно, поскольку Германия демократическая страна, не можем сказать, кто же это будет наверняка, этот преемник, кандидат на пост федерального канцлера от Христианского демократического союза, что представляется наблюдателем наиболее вероятным, или все же кандидат на пост федерального канцлера от Партии Зеленых, которые тоже имеют достаточно неплохие результаты в вопросах общественного мнения. Визит Ангелы Меркель в российскую столицу – это тоже, конечно, прощание. Прощание с российским президентом Владимиром Путиным, с которым у Ангелы Меркель было столько сложных диалогов во время всего периода ее пребывания на посту федерального канцлера. Однако то, что Ангела Меркель посещает сначала Москву, а потом Киев, говорит о том, что перед переговорами с Владимиром Зеленским она собирается обсудить все эти сложные вопросы отношений России и Украины, которые должны стать частью переговоров с украинским президентом, с президентом российским. И вот тут тоже очень интересный вопрос. А чего, собственно, Ангела Меркель хочет в этой ситуации добиться от Владимира Путина? Ведь Владимир Путин вряд ли будет обсуждать с федеральным канцлером Германии какие-то принципиальные вопросы изменения ситуации в российско-украинском кризисе, когда он прекрасно знает, что через несколько месяцев ему придется дискутировать с другим немецким политиком, который возглавит федеральное правительство. В принципе, это и есть знаменитая тактика Владимира Путина, которая относится к руководителям стран демократического мира. Вот просто пересидеть. Какое количество западных политиков, которые пытались выдерживать строгую позицию по отношению к Кремлю, пересидел уже Владимир Путин? Даже и перечислять в этом ролике не хочется, потому что он займет этот список практически все наше эфирное время. И вот теперь Путин дождался момента, когда он пересиживает Ангелу Меркель. И вполне возможно, что в Кремле могут считать, что с новым федеральным канцлером Германии, кто бы им ни был, будет более простой диалог. Ну или этот человек будет куда менее опытен в понимании кремлевской политики. И поэтому сейчас можно просто поставить на паузу не просто российско-немецкий диалог, а все те вопросы, в которые интегрирована Германия, когда речь идет об взаимоотношениях России и Украины. Ну, прежде всего, конечно, это Северный поток-2. Ангела Меркель была сторонницей этого проекта, но вместе с тем всегда говорила, что хотела бы сохранение транзитного статуса для Украины. Вряд ли Владимир Путин будет обещать это федеральному канцлеру, ведь он уже говорил, что сохранение транзитного статуса может произойти только в том случае, если Украина будет иначе относиться к своей политике. И что переговоры о продолжении транзита между Украиной и Россией это вообще не тема для переговоров между правительствами двух стран. А должны говорить, как это любят указывать в российской столице, экономические субъекты, то есть Газпром и Нафтогаз Украины. А то, что весь переговорный процесс Газпрома определяется в Кремле, об этом, как правило, Владимир Путин старается не упоминать. Зачем ему говорить то, что и так всем понятно. Следующий очень важный момент, который может стать темой переговоров для Ангелы Меркель и Владимира Путина, как, впрочем, и для дальнейших консультаций между Ангелой Меркель и Владимиром Зеленским, это, конечно же, нормандский формат. Ангела Меркель, по сути, это последний участник, учредитель этого нормандского формата. Когда он только создавался, его участниками были Ангела Меркель, тогдашний президент Франции Франсуа Алант, тогдашний президент Украины Петр Порошенко и Владимир Путин. Теперь останется только Путин, который будет работать вместе с Владимиром Зеленским, Эммануэлем Макроном и новым федеральным канцлером Германии. Вернее, не будет работать, потому что, как видно по последним действиям российского президента, он вообще не очень верит в реальность договоренностей с украинским коллегой. И ему может казаться, что такие договоренности, в принципе, не имеют никакого смысла, потому что Зеленский не стремится капитулировать перед российским политическим руководством. Встреча нормандского формата в Париже уже показала, как на самом деле относятся Владимир Путин и к Владимиру Зеленскому, и к реальным договоренностям в нормандском формате. Я очень хорошо помню недоуменный взгляд Ангелы Меркель, которым она смотрела на Владимира Путина, Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона. Нет, даже не так. На Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона. С Путиным-то ей было все прекрасно ясно. И федеральный канцлер просто думал, а почему эти молодые люди, Зеленский и Макрон, вообще считали, что они могут о чем-то договориться с Владимиром Путиным? Зачем все это происходит и зачем мы здесь все присутствуем, когда совершенно очевидно, что не будет никаких договоренностей в реальности? Ну, конечно, Путин будет требовать от Ангелы Меркель, чтобы она давила на Киев с целью имплементации так называемой формулы Штанмайера в украинское законодательство. Однако это тоже будет не очень сильное требование, потому что Путин прекрасно может понимать, что и в Киеве могут ожидать диалога с новым федеральным канцлером и с новым федеральным правительством. Поэтому мы будем иметь два прощальных визита и две церемониальных беседы. Первая беседа с Владимиром Путиным, которая подводит конец целой эпохи в российско-немецких отношениях, эпохи Ангелы Меркель, когда с одной стороны проявлялась жесткость, а с другой стороны искался некий баланс. И вот в результате мы имеем «Северный поток-2» почти завершенный в результате всех этих усилий. И вторая – это церемониальная беседа с Владимиром Зеленским, но это уже скорее беседа, которая обозначит, как федеральный канцлер представляет себе развитие отношений между Украиной и Германией после того, как она уйдет с политической арены. Два прощания и два напоминания о том, что начинается совершенно новая эпоха. И нам еще придется присмотреться тому, как новый федеральный канцлер Германии будет строить свои отношения с Москвой и Киевом. Это действительно будет определяющий момент. Спасибо, друзья. Оставайтесь на этом канале, подписывайтесь на него, подписывайтесь на мои обновления в социальных сетях и на канал в Патреоне, который помогает нам развивать эти проекты. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok